я отвечаю за лёгкую часть сегодняшнего 15 на 4 только что у вас была сложная физика твердого тела я вас буду развлекать легкими историями кто я я сейчас работаю в компании байр это немецкий химический концерт который на украинском рынке придет лекарства и препараты для сельского хозяйства а еще я совладелец фермерского стартам так уж получилось и поэтому я вам буду рассказывать про помидоры и компьютеры это то что я знаю в чем я немножечко разбиралась и соответственно про диджитал игре куча почему собственно говоря мы об этом сегодня говорим смотрите вот у нас сейчас 2015 год и на планете земля живет 7 миллиардов человек приблизительно в 2020 если никакая халеба не случится и никакой астероид не прилетит будет уже все 10 ну а 9 говорят вполне уверенно все эти люди хотят есть всех их чем-то надо кормить а количество площади плодородная почва на земле весьма ограничены и надо вам сказать большая часть этих площадей занята выращиванием растений от которых люди упариваются растения из которых делают алкоголь сахар кофе какао вы не представляете просто какой процент площадей сельскохозяйственных занимают именно эти растения а собственно на еду остается очень мало смотрите нам тут наш слайд показывает не очень радостную картину он показывает нам 2015 год точнее с мая 2014 по 2015 в нашей стране в которой мы живем в Украине скажите пожалуйста у меня тут люди плотно знакомые сельскохозяйством есть а с цифровыми технологиями проем помидоры это прекрасно это уже достаточно близко знакомство с цифровыми технологиями компьютерщики программисты я так и знала что горожане больше знают о цифровых технологиях чем о сельском хозяйстве но вот у нас такая беда смотрите у нас растут затраты на производство сельскох продукции сельскох продукции при этом индекс объема падает это очень плохо для украины почему у нас даже при вот этой вот весьма нерадостной динамике страна одна из немногих в мире которая производит больше чем съедает сама у нас тут отличная почва вы наверное слышали что во время второй мировой войны немцы ее пластами снимали и вывозили в германию нашу землю ну еще осталось на наш век должно хватить в теории вот почему так происходит но кроме ситуации в стране у нас еще крайне неразвитое сельское хозяйство мы используем очень старые технологии но поскольку мы с вами завтра собирать не собираемся помирать я по крайней мере и собирать кто-то есть кто собирать собираться нет тогда еды дальше помирать мы не собираемся надо как-то жить дальше неважно в украине или в любой другой стране тема еды будет так тоже навсегда потому что это надеюсь так как же нам черно сделать то чтобы у нас еды стало больше при том что площадь земли у нас не увеличится никак вот и тут нам за помощь могут прийти высокие технологии цифровые технологии в сельском хозяйстве мартните на следующий слайд пожалуйста мы посмотрим там а кто там плацает на на следующем слайде пока нам его покажут там отображается три главных пункта в экспорте государства Украина самый главный пункт у нас в экспорте это сельское хозяйство вот следующий и вот он да видите 17 миллиардов в год текущая оценка аграрного сектора экспортного объема у нас очень хорошая позиция по подсолнечному по кукурузе мы внезапно пятые по импорту меда вот тем не менее нам есть куда прокачиваться на втором месте стоит металлургия но это суживающийся сектор во первых из-за ситуации в стране во вторых из-за общего падения мирового спроса уже в общем-то на текущий момент настроили столько что столько не надо падает спрос особенно в китае который потребитель главный общем мировых ресурсов был до недавнего времени сейчас остается но у них там свое вот у них сокращается спроса наша металлургия будет падать на 3 месяца информационные и коммуникационные технологии привет дорогие компьютерщики я видела четыре руки подозреваю что больше просто 5 некоторые постеснялись признаться в своей причастности к эти сектору почему так получается в украине живут хорошие айтишники мы хорошие да 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 мы занимаем четвертое место вообще в мире по айти аутсорсу мы в общем успешно конкурируем даже с индией сейчас я расскажу за счет чего я очень хорошо это знаю потому что работала с индусами когда работала в эти компании значит во первых у индусов кастовая система вы помните да никуда она не делась у них по-прежнему каст и айтишники у них шудры это слуги обслуживающий персонал если в семье касты шудра рождается старший мальчик все семейное достояние аккумулируется на то чтобы дать ему инженерное образование вне зависимости от его таланта призвание склонностей старший сын в семье должен быть программистом тема 2 они опять же в силу этих кастовой кастовой культуры они не имеют говорить нет допустим если индийскому программисту ставят задачу которую он не может выполнить и говорят за сколько ты ее сделаешь ну я не сделала за неделю говорит индийский программист потом он три недели тянет хата за хвост живет сопли в общем делать что угодно лишь бы не сказать заказчику нет это запрещено это вбито так на подкорку что индус вам нет не скажет он выпьет вам весь бюджет все все силы и нервы салют все сроки но так и не признается дни как будто что я с этой задачей не справлюсь в этом отношении мы молодцы мы можем сразу сказать чувак ты офигел какая неделя тут два месяца надо то есть у нас хорошие еще у нас есть база еще советских времен образовательная которая умудрилась не развалиться во времена независимости украины наш кпи достаточно признаваемый вот ну и другие в общем-то не хуже то есть у нас есть хорошая земля и у нас есть хороший айтишник как бы нам вот это совместить и главное зачем давайте-ка сделаем такой ретроспективы посмотрим на эту веселую картинку но по тем временам где-то пять тысяч лет назад да это было очень прогрессивно посмотрите они же используют тягловой скот это круто это не сами вот землю ковыряют а скот используют у них там лук лук же же небось еще и кованый хотя может еще и деревянный вот это уже разделение труда это уже профессионалы которые этим занимаются то есть на тот момент это был прогресс прогресс хорошо но сейчас это уже не актуально правда а между прочим вот мы когда были на мероприятии в черниговской области у полонежина мы чуть не сгорели потому что местные земледельцы до сих пор землю очищают подсечено огневым способом они выжигают по весне нарушаю а вы не знали мы попали в огромный пожар или спаслись но это неправильно так не надо делать и надо давайте дальше значит примерно во второй половине 19 века когда произошла индустриальная революция началось индустриальное развитие общества начался такой скачкообразный процесс такие вот как называется игра когда перепрыгивают через трубку чехарда вот чехарда такая началась появляется какая-то новая технология которая позволяет добывать больше еды еды становится больше люди начинают размножаться как действует любой биологический вид потом еды не хватает люди садятся придумывают новую технологию о мы придумали мы придумали азотистые удобрения снова становится больше еды опять начинается рост прирост населения собственно население землю увеличилась насколько 20 раз за последние полтора века в общем кошмар такая скорость роста но тут тоже не все гладко одна из главных проблем industrial agriculture это нитратная зависимость что такое наркомания все знают как это наркоманы так вот земля тоже может быть наркоман получается так если в землю постоянно вносить азотистые удобрения нитрат плодородность почвы можно только удержать на том же уровне для того чтобы увеличить нужно увеличивать дозу при увеличении дозы в один прекрасный момент содержание нитрата в растении становится таким что она становится опасным для человека плюс эти нитраты попадают в воду грунтовую начинается самоотравление а если ты перестанешь добавлять эти азотистые удобрения тебя это поле перестанет родить на несколько лет тебе придется очень долго хлопотно восстанавливать плюс опять же это industrial agriculture требует огромного количества техники техника используется по сезону больше потом простаивать и начались началось такое движение называется clever agriculture мы еще не готовы переходить к следующему слайду но должна вам сказать что благодаря этому clever игре кучу умному рациональному использованию что получилось про египет кто что знает ну страна куда все летают отдыхать а политическое положение что внутри в стране за счет чего они живут у них недавно была революция несколько лет назад майданом это не называлась но жопа была такая же в общем экономическая ситуация в стране они еле вытянули за счет своего туриста и то демпинговать им пришлось на весь мир они теперь занимают лидирующие позиции в мире по экспорту картофеля вот этот египет где кроме пустыни пирамид ни черта нету да они экспортируют вот эту здоровенную картошку вот эта сеть быстрого питания где подают картошку в которой на картофель вот это она это не гмо просто картошка легко растет в песке в песчаном воздухе легкие грунты картошка лучше чем наша тяжелая наш тяжелый червозок а раньше у них это не росло потому что у них капельного орошения не было сейчас они сделали капельное орошение хова лидер по производству картофеля точно также за счет капельного орошения израиль где тоже кроме иордана и ордана размером стубна ворска салгир кому-то что-то говорит представляете курица вброд перейдет вот примерно так выглядит иордан это вся пресная вода израиля при этом они ухитряются снабжать зеленью салатами вот этими всеми базликом мятой вот эта вся зеленая гордына в регионе почти вся израильского производства как капельное орошение каждому кустику подведена отдельная трубочка которая строго дозированно выдают туда водичечку они эту водичечку даже продавать ухитряются молодцы евреи что еще удивительного произошло за счет этого курица в Норвегии викинги бородатые фьорды изрезанные скалами вулкан со странным названием это и страны вообще значит а что у них есть лифт что они умудрели сделать они развели китропонику они в минеральной вате выращивают клубнику то есть делают искусственный грунт на который сажают клубнику делают ему подпитку в результате на уборку клубнику в Норвегии ездят даже украинцы причем массово со всей Европы съезжается рабочая сила столько там клубники этим летом у них банка клубники уже переработанный продукт размер 1,8 литра клубника с сахаром закрытая то есть считаем стоимость старой стоимость рабочей силы стоимость сахара на ценку продавца так вот супермаркете банка клубники стоило 18 гривен на наши деньги то есть вот такие вот копеечные цены на клубнику Норвегия да кто нам мешает я всерьез считаю что нам мешает только то что у нас и так все хорошо у нас такая земля что в нее воткнешь палку и она заколосится но дорогие мои так долго продолжаться не может не будет если мы идем в Европу рано или поздно нам придется с этим уже поддерживать вот что мы с этим можем делать мотните пожалуйста я созрела следующий слайд показать вот мы тут наблюдаем на куле цветущего рапса двух фермеров которые озабочены втечет в ноутбук если нам покажут следующий слайд мы увидим что они примерно видят на этом поле это карта сделано с помощью прибора называемого зона его делает баре в котором я работаю но у меня нет задачи пиарить работодателя просто они его делают что как это делается они берут дрон беспилотник сейчас у нас беспилотники летают в основном вы знаете где на востоке но тут бардак рано или поздно закончится беспилотники останутся беспилотник запускается на поле и точно так же как он сейчас проводит разведку вычисляя где там засады всякие он делает карту поля увлажненности если мы видим что вот там вот вдоль села вот тот край поля он у нас красненький там мало влаги мы вряд ли будем туда засевать дорогую семенную культуру мы скорее всего туда или добавим водички или посеем какую-нибудь травку кормовой для скота а разводить основное урожай будем там где зеленый таким образом повышается продуктивность каждого акра земли но это только один способ собственно применения цифровых технологий в сельском хозяйстве я вам забыла рассказать в клавер агрикалтера как бразилия вышла на пятое место по экспорту еды у них же вот эти вот там степи их латиноамериканские саванны там периодически встречаются пожары мы читали дети капитана гранта мы знаем как там горит трава из кино в результате у них там очень закисленная почва в которой очень мало какие культуры могут расти нормально в основном не сельскохозяйственные они делают тесты кислотности почвы проводят ее ощелачивание в результате разводят там такое количество всякой городины что они уже перестают закупать нефть потому что у них на спирте ездить сельскохозяйственный транспорт они этот спирт сами себе выращивают делают именно тоже перспективное направление в австралии вешают на коши скотчика ничего нового у нас чипают животных тоже точно так же но там австралийский этот фермер смотрит на свой ноутбук как бы тема едва с картиночки и видит где гуляют его коровы по здоровой такой площади где гуляют не его коровы не отбился никто не потерялся может во время реагировать случае необходимости кстати для домашних животных тоже есть электронные ошельники с чипами потерявшуюся собаку можно найти если у нее есть электронный ошельник и который зарегистрирован в системе да вот мотните пожалуйста это мы видим фирму с помидорами у меня примерно такая у меня там производством занимается маньяк игротехник который собственно меня вдохновил на эту лекцию если сажать помидорки как сажают наши бабушки в деревне вот эти кустички рассаду рассадить да они может дадут хороший урожай но по-настоящему большую они дают если ты выстрелу такой фигвам 4 метровую высоту и запустил по нему помидорку по глазу и тут нам опять же приходит на помощь digital технологии мы должны знать сколько этому помидорчику нужно водички какая у него должна быть температура иначе он зараза нам помидоров не родит а нам надо чтобы родила так вот в обновленной презентации на следующем слайде у меня есть еще интересная штука тут к сожалению версия предыдущая черновая поэтому картинка после вставки фирма в шкафу представьте себе вот такую здоровенную коробку как от сервера в ней несколько рядов в ней растет зелень в числе прочего это можно использовать для проращивания семян на рассаду до начала теплого сезона как только потеплеет можно было эту рассаду высадить в грунт причем digital agriculture очень просто ты закладываешь семена внутрь этого гроу бокса закрываешь его и следишь за происходящим внутри только на датчиках собственно к этому боксу приотачивая внутрь не лазишь твое вмешательство там не нужно потом открыл достал рассаду пересадил ну и я вижу по хихиканью александра что он знает а еще одно предназначение как гроу боксов для выращивания в домашних условиях растений выращивание которых в полевых условиях не рекомендуется да это тоже можно я такое видео своими глазами это вот так работает скажу вам мотните пожалуйста еще это мы видим не игру веселая ферма хотя это игра веселая ферма это ферма будущего только представьте себе что вы сидите в каком-нибудь контакте у вас установлено приложение вы там тыска эти кнопочки а растет у вас не компьютерная травка а настоящая зеленая на вашей же ферме но для этого нужно в эту тему которая digital agriculture ворваться можно мотнуть дальше а слайд не в том месте это опять же система взаимодействия поля беспилотника и спутника то есть беспилотник облетает поле сообщает данные о его состоянии на спутник спутник выводят на монитор фермера хотя мне знающие говорят что все это как-то без спутника обходится все это проще происходит но тут не моя область компетенции тут возможно кто-то из вас даже расскажет как происходит обмен данных я хотела вот этот слайд увидеть значит как мы будем врываться в digital agriculture во-первых мы будем разрабатывать программное обеспечение чтобы вы понимали будь який любой программист не может идти и так сходу разрабатывать плод для сельского хозяйства почему мой товарищ писал как-то программу для мешалки для силоса мешалка такая кастрюля в которую загружается смесь и там она как в блендере колбасица готовится силос потом выгружается в емкость где она хранится чок сложного да нужно было написать софтину для датчика вмонтированного в дно кастрюли который реагирует на ее заполненность если кастрюля заполнена датчик закрыт штука запускается начинает вращаться если кастрюля опустела датчик сообщает это вот примерно к физике твердого тела датчик сообщает что кастрюля опустела вращаться штука перестает мой друг не учел только центробежную силу кто-то может представить что было дальше через 7 вращений датчик опустел и кастрюля перестала вращаться все обвалилось на датчик оно снова начало крутиться через 7 вращений снова болеваясь вниз как только не выключили зверетки спасибо александр именно так все и было это есть этот программист да? Саша программист? да, к сожалению вот именно так все и получилось за счет незнания специфики грубо говоря мой товарищ зафейдил работу ну к сожалению там вовремя сориентировался дописал задержку так чтобы 7 вращений было недостаточно вот но сам факт что разработка ППО для сельского хозяйства это перспективная отрасль в которую нужно врываться дальше если вы не программист но хотите ворваться вот вам следующая тема сотрудники агроконцернов агроконцернов да только в моем байере который не занимает на украинском рынке сколь либо заметной позиции работает 600 человек представляете да? автопарк байера кстати равен числу сотрудников тоже 600 примерно машин это там все там пиар там маркетинг там бренды там продажники там люди которые ездят в села и работают там с местными фермами то есть к чему ваша душенька лежит то вы и найдете чего хотите хотите хоть водителя хоть на кухню если вам уж совсем проедут фермеры я очень долго думала дописывать этот пункт или нет потому что даже без учета украинской специфики есть такая английская пословица то что есть три способа разориться гарантированных способов разориться самый приятный это женщины самый быстрый это скачки самый надежный это сельское хозяйство так заниматься фермерством не выгодно ни в одной стране если ты конечно не выращиваешь копу и то не факт что основной доход от продукта получает собственно фермер скорее держатель картеля да вот но в один прекрасный момент тебя просто перемыкает и ты едешь в деревню выращивать помидоры вот как случилось со мной так что если вы не хотите стоять раков на картофельной грядке и колупаться вот по пустику врывайтесь сразу в цифровые технологии потому что когда вас накроют ехать в деревню вам это пригодится следующая тема консультанты кто-то про 1С слышал? 1С 1С клевая штука она очень здорово позволяет организовать бизнес у меня куча товарищей которые занимаются разработкой одновременно 1С тем не менее по другой работе у меня есть производство Ярослав вы знаете да? лишит постельное белье у них нет сотрудника который мог бы провести учет складских отстатков они не знают сколько у них осталось на складе они подсчитывают это вычитая то что они израсходовали на пошив из того что они закупили а когда мы спросили почему вы не ведете 1С склад а зачем мне это в компьютер еще записывать? я все на бумажке записываю то есть между реальными пользователями и разработчиками высоких технологий есть огромный такой тугой твердый барьер и пробивание этого барьера дорогого стоит во всех смыслах консультанты люди которые продают знания которые расскажут вот этим всем я на бумажке записываю расскажут что можно не записывать на бумажке и добьются чтобы они зарегистрировали вообще совершили невозможное зарегистрировали аккаунт в google mail чтобы можно было на них пошарить документ и подключить их к 1С битрикс вот эти люди обычно с работодателями берут очень большие деньги потому что это стоит дорого вот и собственно говоря предлагаю вам врываться вместе со мной если вам интересно как врываюсь конкретно я что я делала вы меня можете спросить после лекции сейчас у нас будет подрывчик я надеюсь ну и я пожалуй закончила если кто-то что-то хочет спросить я логия серьезно как то такие планирования тех из тех 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 Продолжение следует...